всем доброе утро сегодня у меня на столе вот такие три интересные глины все глины я брала у елены мелок ее чародейку побольше остальные несколько видов просто на пробу потому что описание очень разнятся у каждого вида глины или мела и я обычно пробую лучше сама и опираюсь на свои собственные ощущения начнем с глины радужной эту глину я взяла специально чтобы сравнить с фиолетовой такиры потому что несколько раз читала что вроде бы они похожи между собой но на самом деле все-таки радужная это другая глина хотя особой радужности я в ней не увидела она больше похожа на серую глину и и на разлом вот на разломе только видно вот такие но не сказала бы что ярко выраженные вкрапления но разноцветная попробуем глина твердая хорошо хрустит превращается в залипающую молочно сливочную массу очень сильно липнет к зубам вкус очень понравился прям такой сливочно-молочный прям хороший вкус глина чародейка очень красивая такими вот красивыми пластиночками такая красавица глина но единственное у меня практически нету вкуса откусывается с хрустом потом превращается в однородную массу которая не сильно залипает но вот вкуса вообще никакого не почувствовала единственное в конце какой-то небольшой привкус гудрона какого-то что ли я глядя По структуре очень напомнила шоколадку. Из этой глины в скором времени планируется выпустить глиномелы. Вот я думаю в глиномелах она будет просто отлично, потому что этой глине явно не хватает вкуса. Будем ждать выпуска глиномелов с нетерпением. Они должны быть очень красивые. И последняя глина это капучино. Глина нежно-коричневого цвета. Вот при разломе какие-то такие черные крапинки на ней. Средней твердости. Структура очень похожа на халву. Сначала в арту рассыпается как халва, а потом превращается в сливочную однородную массу. У глины есть солинка. Вкус прям такой сливочной, с нежной солинкой. Хорошая вкусная глина, чистая, не скрипит. Вообще все три вида глины, которые у меня сейчас на столе, они все чистые и не скрипят. Что очень радует. На этом я свой обзор заканчиваю. Всем приятного аппетита и хорошего дня! Субтитры сделал DimaTorzok